В эфире же недельная программа Тюмень спортивная. Здравствуйте! О главных победах и наиболее обидных неудачах наших команд, которые случились в последние 7 дней, мы расскажем в ближайшие полчаса сегодня в программе. Серия ушла в штопор. После первой домашней победы в финале ВХЛ Тюменский Рубин потерпел три подряд поражения. Теперь его чемпионские перспективы повисли на волоске. Могли финишировать третьими, но сами себе сделали подножку. Из двух матчей с самарскими динамовцами, которые состоялись даже не на площадке Волжского клуба, в одном МФК Тюмень уступил. Не порадовали и волейболистки. Они и без того оспаривали в плей-офф всего лишь седьмое место. И даже эту позицию уступили. В 2013 году карагандинская СРРК впервые в своей истории играла в финале плей-офф высшей хоккейной лиги и проиграла, уступив в седьмом матче серии Таросу. В нынешнем апреле Тюменскому Рубину ничего другого не остается, как повторить путь нефтекамцев шестилетней давности. Ведь в трех из четырех проведенных командами жарких встреч победил казахстанский клуб, чье название переводится на русский как «желтый песок». 21 апреля после нескольких дней непогоды карагандо светило солнце, а из-под снега выглянула зеленая трава. Первые сотни из шести с лишним тысяч болельщиков начали подтягиваться на четвертый матч финала часа за два до его начала. Среди них местный хоккейный аксакал Софиула. Свитер автомобилиста не должен вас смущать. Он купил его прошлым летом в Екатеринбурге, куда ездил на матчи чемпионата мира по футболу. Мне игры понравились у вас там в Тюмени. Там было много голов, было много борьбы, там было интереснее. У нас что-то не очень. Я вчера просмотрел про КХЛТВ, смотрел опять. Что-то мне не понравилось. А что именно не понравилось? Ну, наши гол забили и начали, по-моему, держать на удержании счета. Софиула словно в воду глядел. По такому же принципу Сарарка попыталась сыграть и в четвертом матче серии. Перед выходом команд на лед карагандинские фанаты били в барабаны, вызывая дух огня. Дисквалифицированный на один матч наставник Рубина был предельно сосредоточен, сидя под крышей арены. А рубиновцы дружно заводили себя на бой. Вставший вместо Звягина у штурвала тренер Рубина Алексей Исаков обменивался взглядами с главным. Но события на площадке не позволяли делать это слишком часто. В первом периоде игроки Рубина 12 раз бросили в створ ворот хозяев и в целом были активнее. Но счет на 15-й минуте открыла сыра арка. На адекватный ответ тюменским хоккеистам потребовалось порядка 20 минут. Когда в раскаленном воздухе запахло вторым перерывом, грянул гром. Рубин забросил. Денис Ячменев выполнил обостряющий прострел на пятак. И Денис Давыдов, невзирая на жестокий прессинг, переправил шайбу в сетку. Хозяева среагировали быстро, восстановив паритет. Но недаром в песне поется, не думая о секундах свысока. Когда на табло уже горели нули, но сирена на перерыв еще не прозвучала, Илья Карлин окатил соперников ушатом холодной воды. Флаг сыра арки даже как-то погрустнел. А добравшиеся до Караганды болельщики Рубина возликовали. Буквально за полсуток мы собрали где-то около 50 тысяч рублей. То есть, конечно, для большого автобуса недостаточно этого было, но тем не менее мы на небольшой транспорт нашли средства и сюда приехали. Михаил Николаевич Звягин создал очень приличный клуб, который ровно, практически без пада прошел весь сезон. И вообще болельщик буквально, ну у меня лет 25 уже стажа, то есть малорезно болеет, то есть посещая, то есть очень-очень понравилась игра в этом сезоне. Ну и, соответственно, к плей-оффу в оптимальном составе мы подошли. В третьем периоде полосатый фарт был не на стороне Рубина. На 52-й минуте у тюменцев был удален Александр Комаристый. А затем сибиряки остались в двойном меньшинстве. В штрафной бокс отправился Никита Лисов. В итоге в формате 5 на 3 хозяева забросили в ворота Егора Назарова решающую шайбу. Ну еще один классный матч, достойный финала. Наша команда проделала огромный путь и сражается достойно в финале. Показывает красивый, яркий хоккей. И с такой игрой, я думаю, что мы будем продолжать бороться за кубок. Готовимся к следующему матчу. Нас впереди ждут интересные игры. Способность Рубина развернуть вектор развития финала Кубка Петрова на 180 градусов признают и хоккеисты СРАРКИ. Я думаю, Рубин вышел в финал не просто так. Эта команда представляет что-то о себе. И они здесь не просто так оказались. Еще раз повторю уже. Да, играем. Все идет до ошибки. Знаю то, что у них тренер также амбициозный. Михаил Николаевич Звягин тоже приходил с ним работать. У игроков также требует большой спрос. Пятый матч финальной серии состоится в Тюменском дворце спорта 24 апреля. Против чего боролись на то и напоролись. МФК Тюмень в четвертьфинале чемпионата Российской Суперлиги очень не хотел выходить на Норильский Никель. Но пути футзальные неисповедимы. В итоге именно на начальной стадии плей-офф команды Игоря Путилова и Евгения Куксевича сойдутся между собой. Шанс стать третьими у тюменцев был. Но еще не факт, что с ним стало бы легче. Игры против самарских динамовцев сибирякам даются непросто. Что и показал заключительный тур регулярки. Матчи с Волжанами Тюмень в силу ряда обстоятельств проводила в подмосковном Троицке. Нейтральные для обеих сторон стены в первой игре помогли номинальным хозяевам. Уже на первой минуте Меодрак Аксентьевич не справился с ударом Владимира Санасяна. Больше голов в первом тайме не было. Самое интересное соперники припасли на вторую половину. А вернее на период с 33 по 36 минуты. Здесь случилась настоящая голевая перестрелка. Упрочил преимущество самарцев Павел Семаков. Команда соперника тоже мы говорили ребятам, что это не подарок. И очки отбирает у лидеров такие моменты. Да, сегодня мы выглядели физически не с очень хорошей стороны. Тактические моменты какие-то проигрывали. Но все это скорее всего накладывается именно из-за того, что физически голова, именно что ноги не бежали, голова чуть-чуть не работала, так будем говорить. Вследствие чего допускали такие ошибки, которыми соперник воспользовался. Ответ у гостей нашелся сразу. Сергей Абрамович классно исполнил роль столба и переиграл таки Родиона Залалединова. Дальше еще интереснее. Санасян подтвердил, что не зря его считают одной из восходящих звезд отечественного мини-футбола. Впрочем, его взятие ворот парировала звезда состоявшаяся – Иван Милованов. Гол получился согласно статусу пяткой. Тюменцы могли вернуть игру в нужное русло, но подвела дисциплина. Слишком быстро сибиряки нахватали шесть фолов. Приговор в исполнении привел Андрей Заболонков. И буквально тут же хитрик оформился Насян. На сей раз от него пострадал уже Сергей Логинов. Концовку тайма-тюменцы провели в безуспешных попытках забить еще хотя бы раз. Поражение 2-5. Команда соперников сегодня переиграла, наверное, все в счет по игре. Я думаю, что нам очень стыдно за такую игру перед нашими болельщиками. Не должна наша команда так вот безвольно проигрывать. Надеюсь, что каждый для себя делает какие-то выводы, которые принесут будущему пользу команде. Мы играли с одним из лидеров чемпионата. Знали, что придется много раз в Бароне. Хорошо терпели. Реализовали свои моменты. С реализацией сегодня, я считаю, мы справились хорошо. И для нас эти матчи, наверное, больше как подготовка к плей-офф. И тренер попросил сыграть в удовольствие. Что у нас получилось, я думаю. И вот результат. На повторный матч вышла совсем другая Тюмень. В первую очередь злая на саму себя. Первый тайм сибиряки провели собрано, результатом чего стали два взятия ворот. Счет в матче открыл Сергей Крыкун, воспользовавшийся хорошей передачей Андрея Соколова. А затем отличился тот, от кого этого больше всего ждали. Очередной гол в свой бомбардирский счет записал Артем Антошкин. Я думаю, что по сравнению со вчерашней игрой у нас получалось больше его надеть мячом, больше его контролировать. А так как соперник играл в прессинг, постоянно хотел забрать мяч. Играли очень активно, соответственно, не тратили силы. Мы, соответственно, пытались этим пользоваться. Бежали за спину, но это дало свои плоды. В начале второго тайма команда Путилова, как тогда показалось, и вовсе отправила соперникам нокаут. Сергею Чухареву в последнее время понравилось забивать. Не применул он воспользоваться шансом и в Троицке. А на 32-й минуте дубль оформил Антошкин. Артем забил после классного прохода по флангу Младына Коцыча. В оставшееся время гости чуть прижались к воротам, за что их наказал Симаков, причем два раза. Но суть и дело это особенно не изменило. Тюмень берет реванш за поражение 4-2. Счета 4-0. Команда полностью выдержала план и именно установку на игру. Дальше были небольшие погрешности. Чуть-чуть, потому что присели ниже центральной линии. И соперник начал за счет индивидуальных действий нас задаливать и наносить удары. И в принципе это создало нам такую небольшую проблему. Как видно из таблицы, Тюмень вполне могла стать третьей. В первой игре тура оступилась и Синара, сенсационно уступившая Ухте. Команда Путилова таким подарком не воспользовалась. Да и чего теперь вспоминать былое. Впереди самый опасный из возможных на четвертьфинальной стадии соперников. Но если назвался груздем, то бишь собрался бороться за медали, то нужно лезть в кузов без лишних разговоров. Первые матчи серии против Норильского Никеля пройдут в Тюмени 3 и 4 мая. Самое главное, что после сегодняшнего матча нужно просто обнулиться. Так будем говорить. Понятно, что выводы сделаем по этим двум матчам. Поработаем. Моменты, которые еще у нас есть. И плывов уже готовится. Еще раз повторяю, обнулиться. Ребята сегодня сыграли достаточно неплохо. Так будем говорить. И команду соперников хочется поблагодарить за два матча хороших. И пожелать удачи им плывов. Для волейболисток Тюмени Тюмгу сезон завершен. В серии за седьмое место российской высшей лиги А команда Натальи Васильченко уступила курскому ЮСГУ Атом. Сначала проиграла в гостях, а потом и дома. Уступать можно по-разному. То, как это сделали сибирячки в родных стенах, недопустимо. Хотя к матчу готовились. В том числе методом психологической разгрузки. В минувшую среду тюменки совместили приятное с полезным. Половина команды в выходной день вместе с руководством отправилась в Тобольск. Первым делом посетили главную местную достопримечательность. Пусть и немного замерзшие, зато набравшиеся исторических впечатлений, волейболистки после экскурсии отправились в спорткомплекс Тобол, где провели мастер-класс. Кто-то из местных детей уже неплохо работает с мячом. Кто-то только начинает к нему привыкать. За час, конечно, многому не научишь, но самое главное – показать живой пример. Раза в четыре года мы приезжаем. Но помимо Тобольска мы же посещаем и другие города. И Ишим, и Галашманово, и Бердюж, и Армашево. Практически в Тюменской области нет ни одного муниципального образования, чтобы там волейбольный клуб не побывал. Прием, подача – все действия юных таболиков находились у волейболисток как под микроскопом. А завершилось занятие двухсторонней игрой в необычном формате и, конечно, совместной фотографией. Именно для детей, я думаю, что, во-первых, это что-то новое. Во-вторых, это все равно для детей. Вот как для нас перезагрузка. Мы приехали сюда, пообщались с детьми и перезагрузились девчонки, так и для них. То есть тренировки, тренировки, соревнований не очень много. А тут приезжают, ну, для девочек, по крайней мере, звезды, кумиры, которыми они смотрят, пусть по телевизору. Спустя два дня в субботу состоялся последний для Тюменок домашний матч сезона. В случае победы предстояло ехать в Курск, но не пришлось. То, что показали сибирячки в этот день под сводами спорткомплекса «Здоровье», игрой назвать нельзя. В первой партии хозяйки сразу попали под курский каток и выбраться из-под него не смогли. Провалились абсолютно во всем. Хотя неделю назад на выезде довели дело до тайбрейка и вполне могли победить. Об этом была основная установка. Девчонки, если вы хотите выиграть, должны быть эмоции. Если хотите проиграть и оставить игру на потом, значит 0-3 будет. Я им благодарен, что они с этим справились и проявили желание, эмоции и хорошо играли. По ходу сезона тюменки приучили к тому, что могут во время матча впасть в ступор. Но чтобы на всю игру, такого еще не случалось. Количество их ошибок просто зашкаливало. А достаточного для перелома матча рвения они совсем не проявляли. Особо оправданий, конечно, нет. Это все сами, все психология, все самоотдача. Конечно, можно извиниться за такую игру, которую мы сегодня показали. Это не та игра, которую мы можем показывать. Третьим сетом в субботу сезон для тюменок завершился. В определенный момент показалось, что они все-таки ожили. Начала получаться хоть какая-то игра. Но упущено к тому моменту было уже слишком много. Концовку матча провели достойно. Но факты разгромного поражения это не отменило. Я считаю, что себя нельзя так вести на площадке. Нужно уважать, прежде всего, зрителей, партнеров по команде. Потом уж, конечно, тренерский штаб и руководство. Самое главное, себя. То есть профессионализм, в моем понимании, заключается, что если у игрока есть определенный уровень, он должен его держать. То, что сегодня произошло, меня расстроило очень сильно. Остается добавить, что впервые в своей истории чемпионом высшей лиги А стала Нижегородская Спарта. Серебро у северянки из Череповца, а бронза у Тулицы. В тюменском спорте много поистине больших и даже великих личностей. Дзюдоист Муса Могушков один из них. Трехкратный призер чемпионата мира отправился на третий олимпийский цикл. Сибиряк живет мечтой о поездке в Токио. И она кажется осуществимой. В группе до 73 килограммов Могушков сейчас лучший из россиян в мировом рейтинге. Муса заглянул в Тюмень посреди сборов ради очень счастливого события в жизни. Пошел уже второй десяток лет, как Муса Могушков представляет центр олимпийской подготовки Тюмень-Дзюдо. Приехав в Сибирь как талантливый юниор, именно здесь он встал на крыло и дорос до звания лидера мирового рейтинга. Могушков родился в Ингушетии, где секция дзюдо была рядом с домом. Тогда маленький Муса даже не догадывался, что борьба может открыть такие перспективы и сделать его знаменитым на весь мир. Я не знал про олимпиаду, я не знал про чемпионат мира, но я хотел быть, вот бываете как, хотел быть первым в зале. У меня это получилось через какое-то время. Потом захотелось быть первым в республике. И у меня потом это получилось. И вот так, вот так, вот постепенно. И вот так вот, таких сразу резко, таких больших целей у меня не было. Так что не могу так сказать. А так, в детстве я ни о чем-то не мечтал просто. Я занимался любимым делом. Ингушская пословица. Человек обязан оберегать две вещи. Свою душу и свою честь. Неизменный наставник Могушкова, тюменский заслуженный тренер России Николай Хохлов вспоминает, когда впервые столкнулся с характером усы. Честным и незлобивым на татами. В 2008 году Николай Петрович увидел встречу Могушкова на молодежном уровне, когда оппонент заехал ему локтем в челюсть. Ну, я думаю, у меня первое, что... А я был руководителем татами как раз. Я первое, что, думаю, кавказцу морду дали. Что дальше-то будет? И вы знаете, я... Значит, ощущение было такое, что... А вдруг он сейчас на него набросится, ответка. Ответку, как говорится. Ну, и... Но Муса походил, все это... Правился, все есть тут... Это утер, так сказать, немножко все эти... То, что у него было от боли. И, значит, поклонившись, пошел дальше бороться. И вот это на меня произвело впечатление, что у парня есть сила воли, что он умеет владеть своими эмоциями. Упорядочность я в нем увидел. Я тоже раньше занимался единоборцами. А Муса, он по характеру, он боец. Знаете, в нем... Я думаю, что он... Да не думай, я уверен, он будет чемпионом олимпийских игр. Потому что в нем есть вот эта искра. То есть он... Он боец. Он боец, он самурай. Тандем Мусы Могушкова и Николая Хохлова дает результаты уже много лет. В прошлом году тюменский дзюдоист выиграл гран-при нидерландской Гааге, а также бронзу командного чемпионата мира в Баку и турнира серии «Большой шлем» в Абу-Даби. Уважение и честность – основа их многолетней и филигранной работы. В Ингушетии говорят, когда пьешь воду, добром вспомни вырывшего колодец. Большинство нас прошли через руки Николая Петровича. Конечно, Николай Петрович дает столько своим воспитанникам не только в плане спорта, но как и человеческих качеств очень огромное количество. Поэтому, безусловно, Николай Петрович не только как наставник спорта, как наставник жизни помогает очень много. Поэтому, безусловно, он очень сильно и повлиял еще дополнительно на формирование Мусы как спортсмена, как личность, как человека. В 2012 году Муса Могушков в роли рейтинг-фаворита отправился на Олимпиаду в Лондоне. Когда специалисты уже досрочно забросили в копилку России медаль, а все вопросы были лишь о том, какого достоинства она будет, случился самый сложный момент в карьере тюменца. Уступив на ранней стадии, на тот момент на главном турнире в жизни, Могушков оказался в метрике не стало. Я хотел быть первым в Тюменской области среди своей нации. И вот эта у меня грусть, как бы в любом случае, как бы бывает такой, перегорел. И со временем, конечно, еще такие тонкости маленькие, понимаешь, там техническом, практическом, конечно, со временем больше извлекаешь пользу. А так, конечно, это очень тяжелый период времени в моей жизни, но справился пока. Только терпеливый солдат будет генералом. Муса начал новый олимпийский цикл и с опытом стал еще сильнее. В свои 30 лет Могушков начал работать, ни капли не давая спуску организму, пережившему ни одну травму. О личностных качествах коллеги и друга можно складывать легенды. Дзюдо ценно своими духовными традициями. А Могушков чтит их свято, на татами и вне его. Мусе нужно было сделать срочно заграничный паспорт. И заграничный паспорт нужно сделать было просто буквально там за несколько дней. Начальнику ФМС написали письмо, начальник ФМС подписал, все в работу. Мы пришли к начальнику паспортного стола. Он открывает предыдущий паспорт Мусы заграничный, а там нет пустого места вообще. Он говорит, что это за человек, как это такое возможно? То есть там все было в штампах, все было в визах. Это доказывает то, что насколько много они ездят, насколько это тяжелый труд. Ясно, что он выдающийся спортсмен. Ну и порядочный человек, видно во всем у него. Что он ведет себя как настоящий мужчина и настоящий спортсмен. Даже если видел, что есть в 8 татами, на 8 татами стоят 2 ребенка, подростка. И ведут там не тот разговор, борются не в той стойке. То есть он всегда в жизни спортсменов участвовал. И сегодняшний день он участвует. Если спортсмен зашел в зал, не поклонился, он обязательно подойдет. И вежливо, не потому что он призер мира, не потому что он великий спортсмен. А потому что он просто в жизни такой человек, который не сплоха посоветует. Искреннее отношение к жизни Могушкова видно невооруженным глазом. Нередкий гость он и на тренировках детей. Каждому старается подсказать правильный захват, позволяет на себе отработать технику броска. Пример для десятков юных тюменцев знает, что такое быть настоящим образцом и героем. Думаю, что молодец он, кумир мой. Смотрю все его встречи, все чемпионаты мира. Все соревнования смотрю. Нравится его борьба. Муса для нас всех парней, которые здесь в зале, это в первую очередь наш старший брат, с которого мы берем пример. Который всегда поделится с нами опытом. Поможет, чем может. И просто очень хороший человек, отзывчивый. Муса Могушков – многодетный отец, воспитывающий пятерых дочерей. А 11 января он раньше срока приехал с очередных сборов, потому что супруга подарила ему долгожданного сына. Наблюдают, они уже смотрят прямую трансляцию моих выступлений. А так, конечно, не разбираются, что как. Ну, в принципе, основные правила они знают. И иногда бывает, я когда приезжаю, они когда мою сумку разбирают, вытащат кимоно, один на себя и начинают между собой бороться. Что я могу и что я хочу, предложить им разные варианты. Вот у меня вторая дочка очень сильно интересуется тейк-кондо. Там у нас баннер висел рядом с домом нашим. Ей так понравилось. Третьей дочке вообще балет понравился. Так что не могу сейчас сказать, давайте все. В редкие и счастливые минуты дома Муса может порадовать свою семью стейками собственного исполнения. Генетика дает о себе знать. Мама чемпиона всю жизнь отработала поваром в больнице. Могушков признается, что половина его решения постараться съездить еще на одну Олимпиаду стало отношение супруги к работе и жизни мужа. Все-таки 300 дней в году Муса находится на соревнованиях и сборах, а жена воспитывает теперь уже шестерых детей. Но в Ингушетии говорят, мужчине ружье, кинжал, шпага, женщине наперсток, нить, игла. За каждым мужчиной стоит сильная женщина. По-первых, это была моя мама. И потом, когда она передала, можно сказать, в руки жене, отправила, можно сказать, из гнезда своего, выпустила в Денчика, вот мы с супругой переехали сюда, в Тюмень, и должное надо отдать, и надо поблагодарить ее за это. После Рио, в принципе, у меня был такой вопрос, может, хватит, может, пора заняться как бы детьми, семьей. И она мне предложила, как бы поддержала, не настояла, просто предложила, тем более, если у тебя здоровье позволяет, если есть желание, почему бы не попробовать еще один цикл. Могушков продолжает штамповать призовые места по всему свету и не собирается легко сдаваться. Сила, воля и характер сибирского самурая ведут его на родину дзюдо, где пройдет следующая летняя олимпиада. И кажется, что сбить прицел Мусе Могушкову теперь гораздо сложнее, потому что тот, кто честен и силен, тот знает правду. Психия должна быть вообще прям... Я думаю, из-за этого у взрослых таких людей, тренеров, это лучше получать, потому что они более так с пониманием относятся. Я думаю, если я стану дедочкой, наверное, в этот период времени я смогу именно так спокойно поработать с детьми. Это был последний сюжет на сегодня, но не забывайте и о нашем сайте asnta.ru. Там вы всегда сможете найти еще больше свежих новостей спорта. До свидания.